Культурно-осветницкое громадское объединение «Маяк» под керавницством Алины Макаревич сбирая на черговый доброченный концерт не только аматоров классической музыки. Тут люди в уголе необыяковые до мастерства, и ронда Моцарта я не успрымают у декораций скульптур Алексея Леонова. Это мастерский синтез. Еще Николай Рерик сказал, строить мир надо через культуру. Наша задача как музыкантов – познакомить как можно больше людей с волшебным миром классической музыки. Музыка, живопись, литература, искусство – это все облагораживает человека. Но музыка, особенно классическая, она еще оздоравливает его. Терапевтичный эффект классической музыки доследовал нейробиолог Гордон Шоу. И доказал, полные творы мобилизуют природные махчимости человеческого мозгу. Бугуки музыки супадают с его биоритмами. На доброчанном концерте, узденечаясь на слухачоу, собрались азвыж 20 выканавцев. Профессионалы побышь за маторами. Для выкладчика замежной мовы Татьяна Андранович музыка не способ заробку. Это способ саморазвития. Пианистка расте разом с пролеской Чайковского. Я поняла уже давно, что слушать музыку, даже живую – это одно, а самой играть – это совершенно другое. То есть это помогает как-то переключиться, где-то даже мысли привести в порядок. То есть это, наверное, можно понять только тому, кто сам играет. Виоланшель, скрипка, альц, саксофон, фортепиано и так далее – мастатство кранала сердца. Все лет в этом музычном салоне уже было организовано свыше десятка подобных мероприемствов. Это что-то божественное, потому что музыка, она связывает человека, скорее всего, с Всевышним. Это такие особые струны, это такие вибрации, которые нельзя объяснить словами. Их нужно просто слушать. Музыка, скульптура, живопись, литература – год культуры в Беларуси проходит активно по всех фронтах. Бои видовочно, только культурный человек, сдольный саправды, зразуметь и знайсти свое место у житей и у громадствы. Олеся Зеленко и Тегра Накопян, Телерадиокомпания «Брест».